Большой туристический рюкзак, указывается как 85 литров, высота его 60 сантиметров, ширина 30 и глубина где-то 25 примерно. Боковые карманчики из сетки, по бокам вот один потайной такой карманчик скрытный. Карман один, внутри подкладочная ткань вот такая. Еще один карман, этот карман с козырьком, здесь козырек такой от дождя, от влаги. Один большой основной отсек со встречными бегунками. Внутри рюкзак на подкладе, плотная ткань такая, это легкая и в то же время прочная ткань рип-стоп. Не рвется, ну как бы рип-стоп это хватит рваться, то есть даже при порезе, ну дальше не идет, не расслабляется. Здесь утяжки для уменьшения объема можно заполнить рюкзак, утянуть и немножко объем рюкзаков в объеме станет более компактным. Карманы теперь с обратной стороны, но понятно, что здесь есть ручка. Можно повесить лямки, лямки довольно толстые, такие упругие. Внутри пенополиуретан на лямках и по бокам спинки. Это пенополиуретан, спененный такой материал, как поролон, только не впитывает влагу и держит форму больше такой. Есть грудная стяжка, то есть здесь регулируется по высоте, можно подтянуть повыше, здесь стянуть. Поясной ремень, то же самое с регулировкой с обеих сторон. Можно в бок скинуть, стянуть можно посередине. Эти проушины, которые сбоку обхватывают. Цвет такой стальной, серый, практичный, скомбинированный с синим цветом. Большой рюкзак, многоцелевой, туристический. В городе тоже можно его носить, но довольно такой, надо понимать, что он 60 сантиметров по высоте. Здесь лямки это для коврика, тоже они утягиваются, можно зацепить коврик. Куча захваток, где можно еще что-нибудь, туристическое снаряжение привязать, зацепить. Это световозвращающие, ну как катафоты, в общем, отражаются ночью.